Это же Миронов вместе с Папаном. Ой, Миронов, любимый актёр, ты что, ты что? Это такое? Так, сейчас, ладно, ещё раз это наденем. Ну как, а какую-нибудь реплику Остапа Бендера? Деньга, деньги, дадись копейка. Деньга, деньги, дадись копейка. Может, мне ещё дать ключ от квартиры, где деньги лежат. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Лёд тронулся, и всё будет очень хорошо. Почему? Опиум для народа. Итак, Алексей, вот молодой человек, которому, допустим, представим, 17 лет, 16, 15, 17. Он хочет стать артистом, цирк-клоуном. Что для этого нужно? Он немножко акробат, немножко юморист. Сколько нужно времени, чтобы, допустим, ты подготовил замечательного? Нисколько времени не нужно, нужно просто, чтобы это было в душе. Понимаете? Невозможно просто взять того, у кого нету этой изюминки, вот, и сделать из него клоун. Оно должно изнутри высвечиваться. И очень важный момент, если педагог, наставник разглядит, а оно, вот эта божья искра есть у каждого, и поможет, не прилепит свой какой-то штамп, вот здесь улыбайся, здесь дурака валяй, а именно поможет раскрыться этому внутреннему дарованию и выпустит его в плавание. Понимаете? Также сейчас маленькая ремарка. Реприза бревно, которую гениально делали Никулин и Шуидин. Вы думаете, недавно ее попытались реанимировать и сделать ремейк. Мы цирковые пришли, посмотрели и чуть не заплакали все на взрыв. Потому что вот эту классику не смейте прикасаться к этому святому, а лучше берите что-то свое, разрабатывайте. У нас столько проблем, и нужно просто творчески к этому относиться, обращаться к хорошим режиссерам, и они помогут вам состояться как клоуну. Дерзайте, но не дерзите. И все у вас получится. Они помогут, но сколько нужно времени, чтобы они помогли годик-два? Вся жизнь, не надо. А-а-а, всю жизнь надо, всю жизнь надо учиться. Конечно, надо просто, так мы, сколько бы нам ни было лет, мы каждый день впитываем в себя что-то новое, перерабатываем у любого. Только не надо изображать, надо быть. Не надо кривляться, надо открывать душу и отдавать себя зрителям. И тогда все, может быть, даже получится. Это вам говорю я, Одессит. Спасибо. А Юрий Николаевич... Юрий Владимирович Николаевич. Юрий Николаевич Николаевич. Не надо. Юрий Владимирович. Да, Юрий Владимирович, это... А слушай, а он заканчивал... А он заканчивал... Он заканчивал на Цветном бульваре, была не школа, а студия. А-а-а, при цирке. При цирке. Его не приняли ни в один институт. Он и в ГИТИ испытался, и во ГИК, и везде сказали, у вас что-то слишком большой рост, и уши лопоухие, да, и что-то вам... А с кино вам вообще нечего делать. А теперь это наше все, понимаете? На все времена. Поэтому, Юрий Владимирович, вы наш учитель, и мы об этом никогда не забудем. Еще раз, хоть и Остап Бендер снимаю перед вами шляпу. Вот так. Так, Остап Бендер, дни с вами. Про Андрея Миронова что-то ты хотел чуть-чуть сказать. Ты не встречал в жизни Андрея Миронова по жизни? Нет. Нет, блин. Так, а Марка Захарова тут... Да, у Марка Захарова мы работали, это ЦДРИ, Центральный дом работников студии, там был Олег Янковский, его сын, и мы этими студентами второго или третьего курса там создавали шаривари. И, в общем-то, и замечательный Зяма, Зиновик Герт, он бывал на наших шефских концертах, понимаете? Поэтому, ой, это все такие величины, на которые всю жизнь мы будем равняться. И Миронов, и все остальные. Разрешите, маленький последний вопрос. Вот мальчик талантливый, пришел, хочет учиться в клоунах, все у него получает, вроде и кульбитики делают, кувыркаются, но жонглировать не умеет. Отчислят после первого-второго курса или не отчислят? Могут отчислить, но если хороший педагог-наставник, он даст возможность не на первом курсе сдать, а дальше даст дать. Понимаете? Потому что 4 года за это время и стэ будут преподавать, и мастерство актера, и технику речи, и всевозможные игры на музыкальных инструментах. А жонгляши, все приложится. Там достаточно профессиональные педагоги, которые вам все подскажут, научат, правильную школу поставят. Так что не волнуйтесь. Просто нужно тренироваться несколько часов в день, 3-4-5 часов, это все получится. Да если бы, по 8-10. Тренироваться я сам этим грешил в хорошем смысле, но успевал и тренироваться, и ездить с творческими, в том числе Эдуард Успенский, это мы от Комсомольской правды в Тюменскую область ездили, и Северный флот на подлодной лодке в Северодвинске выступали, и Кушка, это на юге от Ашхабада до Кушки мы проехали с агитпоездом за кавалкой СР. Это в каком году? Это 84-й, 85-й, 86-й, 87-й. Все время, пока я учился, я ездил, и спрашивали, где Шапочка? Да он там, на шефских концертах. Я дал единственный в цирковом училище 225 шефских концертов, бесплатно. 225 шефских концертов бесплатно? Да, за время своей учебы, поэтому... Учеба в цирковом училище, ну ничего себе, какая стажировка, а? Да, так что... Алексей, ну титан, титан, вообще молодец, я в шоке, молодец. Астап Бендер и Алексей Хольт продолжают делать Юрия Владимировича Никулина. Все у нас получится. Ура! Ура! Молодой человек, молодой человек, вообще молодец. Прекрасно.